Добрый вечер, господи, друзья! Приветствую вас обратно на моем канале! Сегодня очередной традиционный десерт с латышской кухней национальной. Это такой очень-очень типичный десерт, потому что я много ездила по всему миру, но я нигде не видела, где его еще готовят. Хоть убейте. Кроме тех, которые имеют этот рецепт и которые его готовят. Просто у них есть этот рецепт и они могут приготовить. А так, чтобы он был поставлен на такой поток, как это у нас. А у нас это можно купить в любом ресторане, в любом бестро. Ну, где хотите. Если там есть десерты, там будет и хлебный суп. Значит, сегодня я вам предлагаю хлебный суп. Латышская традиционная кухня. Очень просто приготовить. Готовится из ржаного хлеба. И готовится очень просто. Латыши очень такие экономные. Они ничего не выбрасывают. И, конечно, хлеб, если он зачерствел, ну как его выбрасывать? Ну, это вообще, вообще хлеб выбрасывать, это я не знаю, что такое. У нас хлеб целуют, если он упал на землю. Он поднимается и целуется. Поэтому хлеб используется до последнего. И сегодня я вам предлагаю, еще раз говорю, традиционная латышская кухня. Хлебный суп. Обалденно вкусно. Уверяю вас. Один из самых-самых идущих и вкуснейших десертов нашей кухни. Начнем. Приготовить такой суп очень просто. Понадобится с ржаной хлеб. Вот, черный хлеб. Не подойдет хлеб, который называется кирпичик. Вот этот хлеб нет. Но вот он должен быть вот таким черным. Видите? Я не знаю, у вас есть такой, нету. Ну, вот такой. У нас он называется клоном Айзе. Где-то 600 грамм. Этот хлеб можно просушить. Несколько дней на батарее поставить. И он пусть зачерствеет. Можно положить его в духовку и обжарить немножко. Заранее надо снять эту, ну, кожуру, как это называется, корочка. Корочка, наверное. Да. Вот это надо снять. Что еще нам понадобится? 150 грамм сахара и примерно столько же разных сухофруктов. Вот у меня тут и изюм, и курага, и чернослив. Ну, тут у меня какие-то цукаты, да, сушеные какие-то, клюква сушеные, сушеные ягоды, сушеный лимон, да. Могут быть сушеные яблоки. Это очень традиционно. Ну, здесь это мне все побольше. Я просто выложила, чтобы вы видели, что я буду добавлять. Корицу. Опять вот эти. Вот такую корицу, да. Две палочки. Ну, и где-то гвоздику, ну, где-то 5-6 штук. У нас будет 2 литра воды. Ну, и... И сливки. Всегда этот десерт кушают со сливками. Ну, вот. Все. Очень просто. Начнем. А начнем с того, что будем вот этому хлебу обрезать корочку и замочим вот этот весь хлеб, 600 граммов, в воде. В горячей воде, ну, замочим где-то на час-полтора. Когда он вымочится, не знаю, как это по-русски, тогда его просто или руками, да, или через ситечко надо протереть, чтобы получить однородную массу и положить в котелок вместе с сухофруктами и цукатами. Сухофрукты заранее мы тоже мочим немножко, чтобы они промочились. И нарезаем на, ну, более мелкие кусочки. Ну, все. И все это добавляем в котел и будем варить. Вот. Все это будем варить. И добавим сахар 150 граммов, корицу и, ну, 5-6 гвоздичек. Ну, вот, начнем. Ну, вот, господа, друзья, мне сегодня опять черный день. Что-то у меня не включилась камера, и я целый, целый этап не смогу вам показать. Не смогу вам показать, как я замочила хлеб, как я его протирала через ситечко, как я добавляла сюда сахар и приправы и все остальное. Потому что просто камера выключилась. Я не заметила, что она выключилась. Я не заметила. И ничего не снялось. А я уже положила в кастрюльку. Вот это все уже и уже варится. Ну, я вам расскажу. Значит, срезала корочку, замочила хлеб на полтора часа, он мне простоял. Замочила сухофрукты. Расстояли где-то полчаса. Хлеб протерла через ситечко. Сухофрукты нарезала немножко, ну, на более мелкие кусочки. Видите, и цукаты. Ну, такие на кубики. Вот этот сушеный, как он, сушеный лимончик, вот у меня тут тоже такой. Ну, в общем, добавила 150 граммов сахара. Ну, и сухофруктов столько же примерно. И корицу. И добавила еще 6 штук гвоздики. Ну, вот. И это все я сейчас варю. Варю. Варю, пока будет готов. Я сейчас сделаю поменьше огонь. Будем заниматься сливками. Ну, вот. Сейчас сливки. Я добавляю одну упаковочку ванильного сахара. С 35% сливки у меня будет 400 граммов. 400 граммов, потому что я знаю, что мои домашние очень много скушают. Так. Сахар. Ну, где-то 6 ложек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. И взбиваем. Пока получим сливки. Ну, вот. Сливки готовы. Сейчас посмотрим, что тут варится у нас с супчиком. Вот его надо перемешивать. Вот, видите. Ну, и варим. Варим где-то минут, ну, 20 до полчаса. Пока, ну, вы почувствуете, он начнет густеть. Он станет таким более густым. Сейчас, видите, он еще такой жиденький. А потом он загустеет. Вот, пусть варится. Вот, господа, друзья, варился где-то минут, ну, 20-30 примерно, да. Ну, вот, он сейчас такой жиденький еще. Но он, когда остынет, он станет погуще. Это как манная каша, да, она тоже, когда мы варим, она жиденькая. Потом, когда она постоит, она затвердеет. Ну, вот. И сейчас я наполняю... Наполняю вот десертный блюдечко. Ну, вот, тогда, друзья, я закончила. Я разлила по блюдечкам, и он немножко остыл. Немножко остыл, и я попробую доложить. Вот, видите, образовалась такая пленочка. Немножко остыл. И сейчас я вот положу. И немножко еще посыплю вот такими. Ну, чтобы вам красивее было, да, интереснее. Ну, вот, смотрите, какие красивые. Какой красивый супчик, смотрите. Вот. Он еще не остыл совсем. Он еще теплый и довольно горячий, я сказала. Ну, немножко остыл. Не такой очень горячий, но еще слишком горячий. Потому что очень важно, чтобы он затвердел. Чтобы он стал таким погуще. И вот это все мы сделали из черного хлеба и сухофруктов и цукатов. Ну, представляете, какой интересный десерт. Сейчас я буду пробовать. Вот, господа, друзья, я закончила. Я выбрала одно блюдечко. Остальное мне для мамы и для сына. И сейчас я буду пробовать. Что у меня получилось? Хлебный суп. Слушайте. Это такой десерт классный. Это такое. Его только есть, и есть, и есть, и есть. Это бомба. Жаль, у меня не получилось. У меня выключилась камера. Почему она выключилась, я так и не поняла. Может, там было электричество отключилось на какую-то секунду. Я не знаю, почему. Я не заметила. Я рассказывала, все показывала. И оказалось, что я это все не сняла. Но ничего. Я думаю, что вы поймете. И вот такой вкусный, очень вкусный десерт. Это... Единственное, я не знаю, я не уверена, продают ли у вас черный хлеб. Потому что в Европе, в принципе, черного хлеба нет. Это, опять же, национальная особенность Латвии. Может, где-то там в России или на Украине он должен быть. Я надеюсь. Ну вот. Очень вкусно. Очень вкусно. И вот это можно... Вот сейчас у нас вечер. Это для меня ужин такой. Его можно на завтрак, можно как десерт. Когда гости приходят. А у нас в ресторанах это обычное дело. Почти во всех ресторанах это блюдо есть. Так что... Пробуйте. Подписывайтесь на мой канал. Будем вместе готовить опять новые рецепты. Интересные. Я надеюсь, что я не обглашаю вот так. Когда мне камера не записывает что-то. Это моя вина. Но уже пояснять я даже не могла. Уже никак. Ну вот. А там. До следующего раза. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok